господа приветствую у нас сегодня наконец-то рис линге в бюджетном исполнении народ эконом вариант что называется для рис лингов у нас значит четыре образца миль стрим причем премиум премиум насчет коллекция дикаспика для кого-то любимый самый экономичный вариант нашего обзора юбка южная винная компания самый дорогой рис линга из российских и у нас вот такой вот иностранец моего фальс включили включили мы его на выпуск gaumen шпиль просто потому что он нам достался по скидке в теорию стоил что 980 достался нам за 650 будем считать что пусть будет нас иностранец сравним насколько эконом вариант насколько иностранный рис линг в настоящий рис линговой бутылки будет лучше чем наши образцы намного лучше лучше неизвестно и здесь у нас все все сухие варианты так порядок действий какой принципе так как дикаспика является самым дешевым вариантом в теории можно было бы начать с него но я боюсь опасаюсь ли к допустим условно завышенной кислотности силу дешевого исполнения многие выражают скепсис как известно продолжает выражать по поводу миль стрима поэтому начнем с миль стрима посмотрим опять насколько он плохо ли не насколько неплох не знаю вариант да еще раз рис лингтамания значит горделивый надпись что 250 тысяч бутылок а у нас ребят с вами аж номер 17000 там 200 какой-то то есть огромнейший тираж 250 тысяч и подпись соответственно винодела здесь есть своеобразный такой стиль этикетки в силе такого шато ну немножко такой бедноватенький дизайн но посмотрим благо донесут 6 месяцев у ювк 6 месяцев выдержки в дубе во французском при этом кстати говоря тети урожай 15 года розлив 20 то есть лиза в подвалах двадцатый год не сильно старый надеюсь что хранился нормально посмотрим значит миль стрима брали естественно фирменном магазине и тут есть везде включая ашан грубо говоря да и всякие черт пятерочки да с магнитами наверное этот вариант в фирменном в очаков скам комбинате то есть магазине очагского комбината этот мне кажется я убрал системе x5 x5 поэтому это есть в перекрестке и где еще в карусели в данном случае я брал ну что посмотрим насколько это страшно так миль стрим фирменная диамовская пробка так это все понятно дербенские вины вот такая у нас ювка с маленькими маленькими буквами губанская южная винная компания ювка ну что вздрогнули эконом вариант можно это быть нормально или нет ну вот миль стрим надо у миль стрима написано на контр этикетки что виноград виноград не только темрюкский район но и анапский так ну что миль стрим практически не заметил ну просто совсем дальние ощущение что разбавленные вообще невзрачный дикаспика чем-то пахнет поярче какие-то полевые цветы легкое ощущение разбавленного рислинга не невнятно ювка похож 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 на похож на этот вариант чуть-чуть поярче какие-то может быть болотистые такие болотистые нотки появляются может быть редька слегка какой-то немножко зеленушки возможно чуть древесный нот на не такой не яркий не яркий и соответственно у нас немец но немец как ни странно тоже не блещет каким-то явным характером на уровне наша нашего просто чуть-чуть посвежее судя по ценнику естественно он без всякой выдержки в дереве ну что вздрогнем до миль стрим поехали насколько это ужасно не ужасно стоит ли кста платить а ну опять же цене да еще раз возможно что это 380 например этом вы знаете тоже там бывает меньше чем 300 300 сетей м-то 50 в общем они грубо и родственники в принципе 900 900 даже 80 где-то ну вот взяли 650 700 поехали миль стрим страшно конечно мы поехали премиум линейка просто какой-то освежающий напиток напиток рисинга в нем не узнать просто какой-то кислотники венчик который возможно пойдет под рыбку в силу стоимость 350 не отравишься кислотность она есть она естественно она не завышенная после вкусе средняя в общем скажем так ни о чем ни о чем но 350 вот если вы в жаркий день то взять можно просто углотнуть вход из холодильника но для них насколько я помню миль стрима она одна из из самых дешевых поехали дикаспика ужасно не ужасно да вот кислотность да еще раз при дегустации рислингов кислоты съесть опасность конечно что рецепторы будут подубиваться к финалу и станут уже не такими чувствительными дикаспика потом посмотрим если удачно дата скажу если будут удачные варианты дикаспика вроде двадцатый год то же самое практически близнецы братья какой-то венчик какой-то кислотники какой-то возможно рислинг ничего интересного кислотность мы говорим что бывает нас кислотность на мой взгляд могу конечно ошибаться могу бывает нас кислотность как он замечено с добавлением явно лимонной кислоты а вот миных это даже прописано как регулятор кислотности лимонная кислота типа честно в данном случае кислотность возможно просто виноград до участке просто повышенного повышенной урожайности просто не вызревшие ягода поэтому кислотность своя естественная но она она и она естественная да ну никакая ну будем считать что 300 рублей опять не отравишься но 300 не может быть и стою до что-то хоть типа вино для жаркого дня ну что уже более взвешенные взвешенные решение 512 насколько я добавлю 512 рублей полгода выдержки в дубе до болотистая тема какая-то камыш алоэ какая-то вот такая более-менее насыщенная зеленушка ну поехали ювка что интересно рислинге принято что рислинге это одни из самых кислотных вин в принципе по определению да забавно но на данном на данном момент прям так она и чувствуется что перед нами рислинге просто в силу того что здесь прям много-много кислоты нет экзотических моментов всяких экзотических фруктов типа савиньон блана в данном случае мне во рту просто вот одна кислота характера явно не хватает у этого вина что перебить эти ощущения почему говорю без перебивки это вообще пошлое занятие дегустация особенно рислингов белых вин такое ощущение что если был бы образец с хорошей сахаристостью своей или может быть был 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 полусухой вариант то возможно прямо стало бы явно интереснее плане вкуснее вот послаще вкуснее про хочется сейчас очень что сластинки но в данном случае пока может быть после этих вариантов сейчас я подумаю у нас это раздобыли мы в конце концов наконец-то достали палтус сейчас пожарю палтус и посмотрю насколько все это дело под него пойдет так что муж когда состояние гастрономический пар возможно но в данном случае этот вариант явно недалеко ушел однозначно да не выше этого ценника 512 рублей пока пока все не интересно хотя цвет у него самый такой болотистый насыщенный у его к ну что у нас немец совсем нейтральный нос остальные не блещут до носов здесь нет вообще вода может быть ощущение каких-то легких может быть если легких пряностей может какую-то такую то опять степная тема какая чуть горьковатая ну будем считать что нос наверно до самый яркий из всех ну что в теории 960 нам достался за 650 по желтому ценнику фальц пробуем очередной праздником очередной праздник кислоты у нас и кислотное шествие очередное ну что можно сказать что как я и мечтал хотелось бы немножко сахаристости своей вот здесь она своя по ходу побольше чем в этих экземплярах вот чуть-чуть он послаще типа более такой скажем приемлемые даже бы просто просто характер появляется своим сахар сахарком более чуть больше характеру чуть поприятней но у него опять же на тот же самый порядок выше кислотность чем здесь вот он и выше кионе и кислотность выше с ластинкой то есть он более с характером до более характерный вариант да наверное больше похоже аляны классический рис лик это правда но вот вопрос опять за какую цену его брать ну конечно же нет за 900 ну конечно же нет а вот по супер скидочные цене понять как можно от иностранца требовать его низкой цены это ну понятно что до налоги акции за тому подобное ну вот он наверное тянет максимум на свои 650 700 рублей ну что отмечать некого даты вам рассказывать не буду все достаточно ужасненько но это рислинг благородный сорт что вы хотите от дешевых вариантов поэтому вот такая у нас легкая катастрофа если понравилось ставьте лайки подписывайся не забывайте нажимать на колокольчик чтобы вовремя получать новости о наших новинках все господа пока до встречи на нашем канале